Гидроэнергетика становится ведущей отраслью промышленности в Карачао-Черкесии. В республике продолжается строительство двух красногорских малых ГЭС. Сегодня состоялся переход к более интенсивному этапу строительства. С церемонии перераспределения потоков воды реки Кубань через новые гидросооружения. Репортаж Альвины Ламковой. Ансамбль Эльбрус радушно встречает гостей. Затем собравшимся представили видеоролик о строительстве красногорских малых ГЭС. Четыре гидроагрегата будущих станций изготовлены в России. Карачао-Черкесия и Паурус Гидро активно ведет инвестиционную политику, которая позволяет обеспечить новые рабочие места. Ведь только на этой стройке работает более 600 человек, живущих в близлежащих районах. А еще компания является крупным налогоплательщиком в республике, отметил глава региона Рашид Тимрезов. Также рассказал о своем опыте работы в сфере энергетики. Был начальником управления производства технологических комплектаций СФК в гидроэнергостроя. Для меня это все близко. Я знаю вообще труд строителей, очень важный. А особенно, так будем называть, гидростроителей. Ну, конечно, то, что сегодня у нас там на транспорте написано, я со многим не соглашусь. Особенно с фразой «Кубань, мы тебя покорили». Кубань невозможно покорить. РУС «Гидро» имеет статус лидера гидроэнергетики в сфере развития малых ГЭС в России, обеспечивает население экологически безопасной энергией. «Станции питают 65 тысяч квартир и будут их питать на протяжении 50 лет без ремонта». После официальной части состоялось и долгожданное событие. Надо сказать, что преобразование на ГЭС никак не повлияет на экологию в республике. Качество воды не испортится? Качества воды нет. Фактически, вода какого качества зашла в наше сооружение, такого же вышла. И здесь будет вестись ежедневный мониторинг. Здесь предусмотрены рыбозащитные сооружения, популяция рыбы здесь не уменьшена. Плюс для того, чтобы популяцию рыбы увеличить, внизу по течению будут дополнительно ежегодно выпускаться мальки. Тем временем на самом участке кипит работа. Строители возводят временную защиту, где будет проводиться процесс по дальнейшему запуску воды. В будущем гидроэлектростанции должны влиять только на стабилизацию уровня воды, оптимизацию ее режима в реке Кубань, что позволит увеличить выработку электроэнергии на уже существующих станциях. Строительство двух малых ГЭС началось еще в 2019 году. И согласно проекту, должно завершиться в 2022. А так поднимать плотину вот здесь будем, месяц на метро на 30. Насколько позволит влашать местности. А там дальше котлован, это убираем, воду запускаем. Это важнейший этап в строительстве любой гидроэлектростанции. Теперь река Кубань течет через уже построенные гидротехнические сооружения, водосброс малых ГЭС, что дает возможность развернуть строительство здания с машинным залом второй малой гидроэлектростанции. При этом гидрологический режим реки не изменяется. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова